Однажды, я уже рассказывал, мы были днём с братом, работали, служили, и я находился в посте несколько дней и пошёл немножко отдохнуть. И когда я уснул, то увидел сон. И я увидел, как я держу знамя, большой такой, значит, древко, может быть, метра три, и знамя уходит далеко-далеко, не падая, не опускаясь на землю, а идёт над землёй вертикально, уходит далеко-далеко за горизонт. И знамя было необычное. С одной стороны, это было знамя России, а с другой стороны, это было знамя красное, крови, цвета крови. И я понял, что это знамя России, омытая кровью Христа. И тогда мы только начинали свою миссионерскую работу, мы ещё только-только начинали делать первые шаги за пределы России, чтобы нести Слово Божие. И Господь даровал нам сегодня видеть это, что это знамя уходит за горизонты, за реки, за океаны, потому что я видел, что оно уходило далеко за моря, и не было видно конца этому знамени. Вышли люди с дубинами, чтобы наброситься на меня, когда я держал это знамя, с палками, чтобы побить. Но мне невозможно было его отпустить, потому что если бы я отпустил это знамя, то тогда бы оно упало. И моя задача была только держать. А эти мужики шли с дубинами, но были братья рядом, которые встали и пошли защищать это знамя. И вы знаете, когда мы сдержим знамя, знамя – это символ победы. И знамя его надо мною – любовь, говорит Писание. Если соль потеряет силу, если церковь потеряет любовь, тогда чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, только выбросить ее вон на попрание людям. Церковь, которая не способна любить, она никому не нужна. Она не нужна в этом обществе. Если она перестает творить добро силой Господа и во славу Господа, она никчемная, она ненужная, она никому не нужна в обществе. Поэтому сильные мы этой силой соли, которой Господь нам доверил, и Он дал нам благодать Духа Святого и силу Его крови, чтобы мы несли это послание в народы. И мне вспоминается, как однажды во времена гонений, во времена, когда Еремия, пророк, молодой пророк, которому пришлось нелегко, и в его жизни случилось так, что ему пришлось родиться во время сложенное в Израиле, во время отступничества Израиля, и ему пришлось быть среди народа отступнического. И он не знал, этот мальчик, юноша, о том, что ему надлежит пройти. И однажды настал его час, и Господь проговорил к нему слово. И он сказал, я призвал тебя в пророка над народами и над племенами, и ты будешь созидать и насаждать, разорять и сокрушать. И он сказал, Господи, кто я? Я юноша, я молодой человек. И он сказал, не говори так, что ты молод, потому что пойдешь и будешь делать то, что я тебе повелю. Вот мы не выбирали время, эпоху, в которой мы родились с вами. Мы не выбирали город, в котором родилась мама, в роддоме в нашем. Мы не выбирали себе ни пол, ни внешность. Мы не выбирали ничего. Есть вещи, которые пришли на нас по определению Господа. И это определение Господа мы должны принять как неизбежность. Люди меняют пол. Они не принимают неизбежность. Они поносят Бога, хулят и злословят. И я раньше не понимал, как они могли, будучи наказами от Господа, как написано, что даже язвы приходили на некоторых людей, как они могли не покаяться, и как они могли злословить и хулить Творца после того, когда они увидели Творца. Сегодня я понимаю, что когда люди встают против неизбежности, а не хулят Творца своего, который сотворил их, это есть что-то подобное. И этот молодой пророк, он услышал слово от Господа призвание, и он вынужден был быть человеком слез. Пророка Иеремию называют пророком слез, потому что его пророчества в основном обличительные. Если вы смотрите на книгу Иеремии, я, честно говоря, ее не очень долюбливал, потому что там постоянно плохое, там постоянно обличение. Если ты даже читаешь, вот когда у тебя хорошее настроение, тебе приходится даже дестуляться с этой книгой Иеремии и проносить вместе скорби Божией. Но она помещена в Библию посредине и других книг, и эта книга его пророком называют большим пророком. Вместе с Исаией и Иезекиилем. И Иеремия был большой пророк. Так и ознаменовали его последующие поколения. Он не думал так о себе. И однажды та история, когда Иерусалим окружили войска Вавилона, по пророчеству и по тому, что говорил однажды Иеремия, предупреждая, и не только Иеремия, но другие пророки с раннего утра предупреждали, с раннего утра предупреждали о том, что Господь накажет Израиль, то тогда пришло то время, когда Иерусалим оказался окружен войсками. И в то время Иеремия сидел в темнице, потому что его пророчества не нравились царю. Потому что, когда церковь, она идет в политике, и она служит служанкой у политики, то настанет время, когда политика повернет другим путем. И церкви будет дан выбор. Пойдет она за Словом Божьим или пойдет она за политикой. Вот почему есть такое очень разумное решение, которое мне очень сильно по сердцу радует. Я соглашаюсь с ней внутренностью, что церковь отделена от государства. И мы должны держаться этого не потому, что мы не участвуем в государственных делах. Мы благословляем нашу страну, благословляем наших правителей. Но наше жительство на небесах. Из кафедры не проповедуются выборы, какие-то личности политические. Здесь проповедуется Иисус Христос. И в любом случае, какая не была бы власть, церковь Господня должна быть верна Господу. Должна быть благословением для нашей страны. Вот сегодня я однажды ехал из Тынды с одним прокурором. Он был уже вовлечен, один из прокуроров был вовлечен в перестройки. То есть он знал хорошо все вот это внутреннее движение, которое было в 90-е годы, когда намала стена коммунистического блока. Вы знаете, когда мы с ним общались в купе, я вдруг почувствовал помазание, которое во мне видоизменилось. Изменился язык, терминология, видоизменились места писания, которые стали приходить ко мне с ним в общении. И я стал чувствовать, что я стою перед Пилатом. Я почувствовал, как Христос стоял перед Пилатом. И он рассказывал там все разные вещи, которые были, как бы разоткровенничался и так далее. Я сказал ему, что если бы мудрые политики действительно поняли, что такое церковь настоящая истинная для страны, они бы благословили церковь, они бы помогали ей развиваться сильнее. Потому что на церкови не нужна полиция, над ней не нужна, там нет нечестия, там нет никаких криминала и так далее. То есть это есть благословение для страны. И сегодня мы с вами должны понять, что мы должны быть свободны, сыны царствия. Мы просто творим добро. В каких одеждах сегодня? В современных или в средневековых? Находимся мы в той или другой среде. Мы с вами несем благословение. Мы с вами несем исцеление народам. Мы с вами несем любовь. Мы с вами несем благословение во всех сферах жизни этого общества. Поэтому, где вы поставлены, несите это. И однажды пророк Еремия находился в темнице. И это не значило, что он должен был мстить. И вот написано так. Когда Еремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Еремия много дней. Представляете? Темница и подвал для пророка. Царь Сидекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно. И сказал, нет ли слова от Господа? Вот, царь нуждался в пророке. Мы сегодня должны молиться за нашу страну, чтобы царь нуждался в пророке. Политики прогнозируют одно. Некоторые президенты используют астрологов. Вы думаете, они просто так вот, ну, такие железные люди? Они нуждаются в сверхъестественном знании. Используют экстрасенсов, гороскопы. До смешного доходит. Но нужны настоящие пророки, которые будут стоять рядом с царями. И этот царь наделал уже дел, и он не знал, что делать дальше. Потому что он увидел, что все те пророчества его глашатаев, ратников, они не сбываются. Его все тайноведцы оказались лживыми. Оказались все прогнозы политиков, экономиков там. Короче, разные партии. Ничего не получалось. Жрецы там, и эти фарисеи, книжники, все эти церковные партийные руководители. Ничего не происходило. Потому что они просто были служанкой. Пели под царя. А царь ничего не знал. И церковь не должна быть в этих статусах. Она может быть служанкой, она может быть госпожой. Вот служанка, церковь служанка, у кесаря. Это продажная политическая церковь. Церковь госпожа, та, которая короновала императоров. Средние века. Король должен был вставать под папу. Там короновала госпожа. Это все не статус церкви. Церковь свободная. Она свободна перед Христом. Она невеста Господа Иисуса Христа. И во времена Христа... Воздайте Богу славу. И во времена Христа распяли нашего Господа. Потому что Он не вписался. Ни в Римскую империю не вписался. Потому что Он был Господь. Не писался ни в иудейскую продажную. В то время она была служанкой. Потому что они кричали «Кесарь наш Господь!» «Мы служим Кесарю!» Как могли иудеи такое кричать вообще? Когда они были просто колонией Римской империи. Продажные священники. И Иисус Христос стоял и молчал. Он ничего не говорил. Потому что говорить этим людям было бесполезно. И когда они спросили Его «Ты ли Христос?» «Скажи, наконец!» Это дьявол уже сам с небес. Со второго неба. Иисус сказал «Ты говоришь, что Я. Я есть Мессия». И тогда первосвященник разорвал одежду. Стал неистовствовать, бесноваться. И тогда они кричали «Распни Его!» «Распни Его!» «Кровь Его на нас!» «И на детях наших!» «И ликовали!» «И пожирали свою добычу полным ртом!» «Ликовали на Голгофском кресте!» «И издевались!» «И плевали на Него!» «И материли Его!» «И злословили!» «И сквернили словами своими!» «И все бесовское царство торжествовало в священниках, первосвященниках, и в кесарях, и в этих всех людях!» «Не удивитесь ничему!» «Не удивляйтесь ничему, что будет происходить!» «Люди, которые бодрствуют и трепещут перед Господом своим, они знают, куда они идут, и они будут приготовлены!» «Потому что Бог не делает ничего, не открыв тайны рабам своим пророкам!» «Он открывает истинным людям!» «Я так благодарен Господу, что Дух Святой сегодня живой в Церкви Божьей, а воочи!» «Аллилуйя!» «Слава Ему!» «И тогда этот царь, он прислал к пророку в темницу, ну, ему было не очень в темнице с ним общаться, это же его было решение в темницу посадить его. И тогда я его спрашивал в доме своем, он его позвал, взял к себе, и спрашивал его царь в доме своем тайна, и сказал, «Нет ли слова от Господа?» Еремия сказал, «Есть!» И сказал, «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского!» И вы знаете, этого жестокого человека, когда Вавилонский царь на Мухонансор пришел и взял этого Седекию, который ночью проделал там пролом в стене и хотел сбежать, его поймали, взяли в руки, и он показал ему сыновей и сказал, «Это последнее, что ты увидишь своими глазами, чтобы я дал тебе запомнить!» «Очень хорошо, что ты должен запомнить последнюю картину, после этого я выколю тебе глаза!» И он заколол сыновей в глазах отца, и он увидел смерть своих сыновей, и потом ему самому выкололи глаза. Вот такой жестокий был царь Вавилонский на выходе на ссор. И Седекия был отведен уже в плен, и слова пророка негативного, непозитивного исполнился. Мы сегодня, дорогие братья и сестры, должны быть настоящими. Мы много ошибаемся. Все мы много согрешаем. Все мы простые люди, просто прощенные. Вот здесь вот стоит два преступника. Один прощенный, а другой непрощенный. Вот мы с вами прощенные. Понимаете, мы здесь не крутые, какие-то святые, супер и так далее. Мы стараемся. И у нас не все получается. Но мы прощенные через кровь. Вот это сила крови. Понимаете? Аминь. Аллилуйя. Слава Ему. Слава Тебе за кровь, Господь. Аминь. Через кровь Нового Завета, которую Он покрыл нас, омыл нас, мы сегодня можем иметь доступ к небесам. Не потому, что за наши праведности, не потому, что у нас были дела лучше, чем у других. Здесь в основном сидит контингент такой, который был угрозой для нашей страны. Если вас всех сейчас высвободить и перевернуть, и начать, чтобы вы были теми же сами, кем вы были, это просто конец Владивостоку придет. Понимаете? Я бы сразу пошел заниматься, я бы инженером точно не работал. Пошел бы заниматься криминалом. Сто процентов. Зачем мне деньги зарабатывать, когда я забирать буду их? И там не было никакого вообще предела. Там просто все. Это был очень опасный человек. И не было никаких табу вообще. Понимаете? Никаких. И представьте, некоторые были тоже вовлечены в это все. И представьте, что бы сейчас было. Многих бы уже и не было, а другие бы сейчас такие зло творили. А сейчас они вон они что делают. Вообще для России это очень ценно, что наши миссионеры идут и несут славу российской церкви. Слава Господу. Это имидж России они несут. Наши ребята за границей, русскоязычные, понимаете? Они несут позитивный статус России. Потому что они русские, они работают, они благословляют, они помогают этим наркоманам. У нас в Европе там ебцентр есть. Там русскоязычные наркоманы со всех стран, со многих стран Европы. Они становятся хорошими людьми, возвращаются, они Евросоюз не покидают, они граждане Евросоюза. Но они там просто возвращаются на работу. У них есть фирма, зарегистрирована в Германии. У них есть... Ага, пришло. Сейчас, секундочку. Одну минутку я скажу. И вот сегодня мы с вами должны быть настоящими. У нас должно быть слово от Господа. И здесь причина, почему мы сидим, это кровь Иисуса Христа. Мы с вами не чем-то выделяемся такими великими. Мы ничем не лучше, чем другие люди, а может и хуже всех. Я самый последний грешник из всех был. Но Господь омыл меня кровью святой. И оценив Его благодать сегодня, мы совершаем этот труд во славу нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому никому славы не достанется. Никому вся слава принадлежит только нашему Господу. Господь тебе вся слава, великому Богу. Аминь. Мне касается очень сильное место, когда однажды Господь проговорил к пророку Ильи. Илья пророк был, великий пророк, вчера мы слышали о том, как потрясалось небо, как огонь изливался, потом дождь изливался. Но однажды пророк Илья, он устал от жизни такой. Он был пророком настоящим. Не написано там о его семье, о его личной жизни. Как он там вообще имел семью. Были ли дети у него. Мы не знаем, а были ли многое. Мы только знаем, что это был великий пророк, и что он приходил живым, не видя смерти, к Иисусу Христу на гору преображения. Вместе с Моисеем. Он был живой, восхищен на небеса, на колеснице огненной, и вошел прямо к Богу. И мы ничего не читаем о его детях, о его жене, о его семье. Но пророк Илья был величайшим пророком, когда-либо жившим на земле. И этот пророк однажды получил слово от Господа. И он сказал, что ты должен поставить после себя человека. Несколько человек, но один из них, это должен был быть пророк вместо него. И написано так. И сказал ему Господь, «Пойди обратно в свою дорогу через пустыню и Дамаск, в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов, царя над Сирией, Иуя, сына Намасиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, и завел Михолы, помажь пророками со себя. Кто бежит, отмечая Азаилова, того умертвит Иуй, кто спасется, отмечая Иуя, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между излетянами семь тысяч мужей, всех с их коленей не преклонялись предвалом и всех с их устами лапзали их. И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова». Дорогие братья и сестры, наше служение не состоялось еще, если мы не приготовили себе передачу. Наше служение еще не завершилось, наше служение еще не состоялось, если после себя у нас нет преемника. И Илья хотел уйти уже, он просил себе смерти. Сколько сегодня служений падает и разрушается лишь только потому, что за все эти годы лидер этого служения не смог приготовить преемника, не смог приготовить ученика или учеников. Тысячи служений. Сначала еще по инерции продолжается что-то, но потом уходит лидер и получается, что или множество толпа начинает разделить все это, как у язычников там. Александр Македонский, ученики Схана, возьмите любого тирана, вы увидите, как это все происходило. Но также в Церкви Христовой бывает так, что когда нету преемника, который возьмет это служение, понесет дальше, или учеников, то тогда служение проследите немножко после смерти лидера и год, два, три, пять, и вы увидите, что служение уходит в небытие. Если оно было поставлено неправильно. И сегодня мы должны думать об этом. Я еще раз повторю, служение еще не состоялось, и тебе еще нельзя уходить, если ты не приготовил после себя замену. Вот здесь сегодня. И нужно иметь отношение с Богом, чтобы получить ученика. Илья, прежде всего, имел эти глубокие отношения с Богом. И Господь проговорил ему кто? Господь проговорил ему имя. И вы знаете, я сегодня проповедую, вот в чем моя радость заключается, что мне не надо сегодня учебники психологии, всякие социологии, культурологии, политологии. У меня есть вот эта нескончаемая премудрость Господа. Я сегодня проповедую прямо отсюда, из Библии. И принципы, которые мы можем черпать, вы знаете, даже первая европейская вся философия или же многие истины, которые сегодня применяются в политике, многие были взяты из протестантского христианства. И почему сегодня мы видим, что восточное христианство, которое ознаменовано вот именно традиционным христианством, как мы, православие, католичество и так далее. И западное христианство, протестантское, реформированное христианство, выявленное научное открытие достижения цивилизации современной, вышли оттуда. Почему? Потому что учение было просвещающее человека. Не преувеличенный мистицизм в мистику внутри себя, в интровертное христианство, а к высвобождению в общество. И сегодня Бог приготовляет нас, чтобы мы приготовили следующее поколение. И не хочется преувеличивать. Мы радуемся о том, что происходит. Мы радуемся, как детки наши поют в хоре и так далее. Все это можно сымитировать и так далее. Но мы должны иметь эту философию внутри себя. Мы должны иметь эту идеологию. Мы должны так видеть мир, чтобы видеть людей, которые пойдут дальше нас. чтобы провозглашать будущее поколение. И сегодня, когда мы молились за эту пару драгоценных, за нашего Антона и Настю, я молился, чтобы они не были разочарованием. Это была пророческая молитва, что они не будут разочарованием для нас, они будут благословением для нас. И они, как представители целого поколения, они будут благословением для нас, они будут делать то, что мы будем дивиться о том, как Бог благословил нас через них, а потом через детей их. И это должно стать нашей философией, должно стать частью нашей ментальности. Мы должны так видеть. Каждый пастырь, он должен иметь группу учеников, в которую он вкладывает всего себя, всю свою веру. Если такой нету, у тебя нету будущего. Это служение, которое не может долго жить. Поэтому с самого начала мы должны найти у Господа, найти Господа, чтобы найти у Господа имена и ведение. Кто Господи? Вот здесь сегодня. И поэтому Господь четко сказал ему, найди вот этого, этого и этого. Он нашел ему, показал даже на Сирию, показал на царя, показал на пророка. И сказал, вместо ты помазан выходить вне своего призвания, но внутри своего призвания пророка у тебя будет тоже твой сын духовный. Это будет пророк Елисей. И нужно иметь отношение с Богом, чтобы получить это понимание. И сегодня тема моя о том, чтобы найти. И нашел Елисея. для того, чтобы найти, нужно искать. Для того, чтобы найти, нужно искать. Твой дух должен внимательно смотреть на людей, которые Господь тебе дал. Ты должен искать и распознавать, и изучать, и иметь мужество. Есть душевные отношения, когда мы с тобой, как говорят китайцы, карифана, карифана, там, ты у меня покушал супа, и ты моя карифана. Там, мы с тобой душевно были где-то соединены раньше в мире. И, вы знаете, дружба так не получается в Боге. Очень редко бывает такое. Бывает, но редко. И даже вместе бывают братья. В репцентре были, ну, не разлей вода, а потом врагами становятся. Идут разными путями. И не видятся никогда больше. Бывает такое. Поэтому душевное общение это одно. Но духовное общение на уровне Голгофского креста, я говорю, что мне нравится это учение о трех типах единства. Первое единство это душевное единство, что все мы христиане, аллилуйя. Да, и в этом зале тоже многие христиане собирались, но это душевное единство. Есть духовное единство, когда мы духовно соединены, мы крещены Духом Святым, у нас одно видение, мы соединены духовно. Это духовное единство. И третий вид единства – единство в смерти Христа, когда мы нашли друг друга у Голгофы, и мы встретились на Голгофе, когда мы готовы умереть за это, и мы соединены на Голгофском кресте. Аллилуйя! Слава Ему! Аминь! И вот смотрите, что происходит здесь. И он говорит, найди, найди. И он идет и ищет. И он пошел его искать. И где он нашел его? Он нашел его не в религиозной среде. И эти ученики могут быть даже сейчас не в религиозной среде. Они могут быть, в частности, Елисейн занимался бизнесом своим. Было у него множество пара валов, он трудился, но у него было что-то в сердце. И когда он его кинул, милоть на него, он вошел в его жизнь, он пережил его дух, он смотрелся с ним глазами к глазам, он просто получил это, эту милоть. И он был просто впечатлен. И он побежал за ними, догнал его, сказал, можно я сейчас сделаю то и то, и попрощаюсь с матерью и с отцом, и я пойду за тобою? Он говорит, иди сделай, но что я тебе сделал? Он испытывал это твое душу. Ты сказал, ты сейчас уже кучу наговорил, я тебе что-нибудь сказал, про это нет. Я просто на тебя кинул, милоть кинул. Взял такой пиджак, фук, но он пережил помазание. Глазами встретился, побежал и наговорил кучу на себя. Я то и то, то сделаю. Он говорит, ты наговорил, иди делай. Он побежал, заколол волос, все там это, все натопил, сжарил мясо. Это нелегкое дело быстро так мясо пожарить. Накормил рабов, то есть покрыл все эти долги свои, может быть, обиды, прощения. Поцеловал от своей мать и пошел. С этих пор мы не читаем о Елисеи, что он куда-то уходил из пророческого служения. Он стал пророком. И он может находиться не в религиозной среде. Не удивляйтесь этому, когда ваш ученик или духовный сын будет пока еще не в религиозной среде. Взять его в свою жизнь, в свой мир. Понимаете? Это был человек, который не просто был учеником по совместительству. Вот он живет в своей семье, пророк, потом приходит в ученичество, а он его взял с собой в свою жизнь. Вы знаете, это очень серьезно, когда мы, имея с Господом опыт, можем делиться с учениками тайнами нашего отношения с Господом. Есть ученики, а есть сыны. Сыны духовные. И что интересно, что это был не просто сын его, когда он принял его к себе. Он поливал ему на руки воду. То есть он видел его с просонья. Он видел его по плоти, как пророк жил по-настоящему. И что такое поливать на руки? Это особая близость. Когда пророк проснулся, и он еще по плоти двигается, а может быть уже в духе, потому что он видел сны. И сын его духовный поливает ему на руки, потому что он раньше проснулся. Приготовить водички уже в кувшину. И сыны должны научиться бегать впереди своих отцов. Зрелый сын уже должен бегать впереди отцов. Иногда сыны идут сзади. Им, простите, надо бумажку даже подать. Но потом они должны бегать впереди. И ты понимаешь, что приходит время передачи. И он поливает ему воду на руки, потому что он ее приготовил раньше, чем Илья проснулся. Он умывается и продолжает наставлять его не делать лишнего. Продолжает двигать его в Царство Господа. В Царстве Господа нет никакой суеты. В Царстве Господа есть правильные движения. В чем мудрость стариков, седины? В том, что они не делают лишнего. Они знают, что это бесполезная трата времени и трата сил. И вот этот духовный возраст должен прийти на нашей церкви. Когда мы имеем учеников рядом с собой. Я хочу видеть это время, когда мы собираемся вместе, и мы приходим не в одиночку. Мы приходим с сыном. Не со своим плотским сыном, но со своим духовным сыном. Есть разные собрания, есть разные времена. Но когда каждый из пастырей, каждый из лидеров или сосудов, служителей, может быть, бизнеса в мире в этом. Не обязательно пастыря, только мы говорим о священстве. Я верю, на самом деле, в рыночных апостолов. Я верю, что есть апостольство в мире бизнеса, в мире культуры и так далее, в эти горы. И мы приходим с людьми, которые перепринимают это благословение. Аминь. И он взял его в свою жизнь. Но что потом произошло? У Ильи был Елисей. И потом, когда Илья вознесся, были какие-то сыны пророческие, которые бегали и говорили тоже о каких-то вещах. Были какие-то школы, которые уже знали о том, что Елисей увидит, как Илья будет взят. Что Илья будет взят. Вы думаете, это просочилось куда-то? Илья проболтался? Нет. Эти пророческие школы, пророческие сыны тоже имели пророков отцами. Это была традиция в Израиле. Вчера Адам спросил меня, папа, что значит такое? Почему царь приветствовал Елисея больного, пророка? Приветствуем. Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. Как звали этого человека молодого? Иас. Иас приходит к больному Елисею и спрашивает его, отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. Вы где-то слышали это уже? Это был Елисей, который кричал эти же самые слова, когда Илья поднялся на небеса, в колеснице Огиной. Я подумал, ух ты, какой вопрос у тебя хороший. Отвечу тебе. Это была традиция израильских пророков. Так приветствовать пророков. Когда мы сегодня кричим, Иисус Господь, мы высвобождаем Божью славу, и мы верим в наше откровение, что Иисус Господь. Она основана на том корневой системе, где Господь нам открыл это откровение. Пророки тоже имели свою традицию. И они приветствовали друг друга. Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. И это была пророческая традиция, над которой мы с вами сегодня устанавливаем эту традицию в братстве. И мы работаем над этим комплексом традиций, пророческих традиций, духовных традиций, которые мы должны ценить. Мы должны быть носителями этих традиций. Не просто шалом, брат, и все, и ты в теме. Мне от этого мало. Шалом должен быть и на кухне у тебя, и в ванной кухне. И когда ты с семьей молишься или идешь в церковь, у тебя везде тоже будет шалом. А не просто шалом, брат. Вот здесь сегодня. Неповерхностное повторение каких-то цитат, но должно быть глубинное убеждение и проникновение в эти вещи. И он взял его в свой мир. И Елисей, когда увидел этот мир, в который взял его Илья, и однажды он увидел, как он вошел на небеса, он сказал, вдвойне. Он уже тогда понимал. Он не разрушал служение своего отца духовного. Он не делал революцию. Он даже не притянул к себе еще одного ученика. Но когда пришел час Елисея, и он закричал, где Бог Ильи он самый, и ударил по воде, почтил. Он не закричал, где мой Бог. Он сказал, где Бог Ильи. Он был продолжателем этого рода. Он был продолжателем этой традиции. Он знал свои корни. Он почитал эти корни. Он ударил по воде, милотью Ильи, и вода раступилась. Бог почтил Елисея. Он передал ему мантию. И потом Елисей открыл школу пророческих сынов. У него была школа пророков. Среди них он жил. Демонстрировал, как топор всплывал. Демонстрировал, как отравленное можно исцелить. Когда в супе там была горечь, не те продукты. Он исцелил там жменью. Когда Соль кидал в источник, он демонстрировал уже в школе пророков. Но интересно, что традиция была такая, что называли это сыны пророческие. Сыны пророческие – это не сын пророка по плоти. Сыны пророческие – это которые стали сынами у пророка. Это Тимофей и Павел. Это Иисус Навин и Моисей. Это Давид и Самуил. Это сыны пророков. И сегодня я хочу просто благословить всех нас. К чему я все это рассказываю, те глубины все. К чему я хочу рассказывать, чтобы мы нашли себе ученика. Писание говорит «И нашел в себе Елисея». Понимаете? Найдите себе ученика. Иначе ваше служение не состоялось. Какое бы оно ни было огромное, величественное, яркое, крутое, если у вас нет ученика, вы не можете сейчас уйти на небо. Вы не можете. Но если вы не собираетесь иметь, то тогда это не то. И особенно, если вы призванный лидер. И написано «И нашел в себе Елисея». Он взял его в свою жизнь, в свой мир. Передавайте. Передавайте то богатство, которое есть. Особенно те духовные отцы, которые что-то видели, что-то знают. Вы найдите себе людей. Не обязательно то, что он будет у вас. Может быть, и служения такого нету, пастырского или проповедника. Это не важно. Но важно то, что ты передаешь. У меня были этими учителями некоторые бабушки. Вы понимаете? Я сегодня вспоминаю о них. Я знаю, что некоторые религиозные мнения о них были неправы, потому что я видел их по духу любви. Одна из них была, я помню, глуховатая бабушка. Очень старенькая. Постилась 40 дней, буквально чуть-чуть подкрепляясь. И она была вообще глухая. Почти, вообще почти не слышала ничего. По губам читала. Я к ней приходил. Редко, но приходил. Она все время меня звала. Что передавала через кого-то. Скажи Роману, пусть придет. Когда у нее слово было от Господа. Представляете, таких пророков иметь. У меня где-то было где-то 3-5 человек, постоянно пророков, которые всегда слово для меня имели от Господа. Благочестивые сестры, да? Я к ней приходила тогда. И она мне говорила тайны сердца. Говорила то, как Бог думает. Она почти глухая была. Но она получала слово от Господа. Знаете, она передавала то, что у нее было. Как она могла в таком жилом возрасте, когда она еле ходила, найти себе ученика пойти? Но я ее ученик был. Понимаете? Потому что она делилась этими сокровищами. Я понимал, что где-то неправильно она понимает. Например, что она говорила, почему они все эти братья проповедуют. Пусть читают лучше. Она считала, что если ты говоришь, то ты говоришь человеческое. А когда читаешь, то ты читаешь Слово Божие. Поэтому я не хочу слушать человеческое. Я хочу Слово Божие слушать. Я понимал, что это неправильно. Но я мог отсеивать для того, чтобы брать то, что нужно брать. Вот вчера я там рассказывал тогда, Эдик, что одна сестра тоже, Таня, она бабушка. Я в ванной комнате помнился. Господи, в Москву зовут в школу близкую. Прихожу к ней, она сидела, никуда не выходила на улицу. Она говорит, какую тебе Москву надо ехать? Я говорю, что такое, Господи? Ты такой вообще просто, вот так вот что ли, прямо? Так быстро? Она говорит, мне я слышу, Рома, Рома, Москва, Москва. Я учитель, я учить буду. Я думаю, ну все, какие-то странные пророчества. Попробуй еще оттуда выцеди все вот это. Скажешь, ну какой четверостишний слабое. А на самом деле пророчество чистое. Духи пророческие, которые были на ней, они были вот такие. А нам надо, ребята, смириться под них и начать исследовать дело. И каждый из нас, он может передавать что-то чудное и дивное, то, что Бог дал. Когда мы имеем уже время говорить. Поэтому я сегодня хочу сказать пастырям особенно, лидерам служения, старцам, духовным или пророкам, которые есть здесь. Не у всех из нас пришло время говорить. Нас еще будить надо на молитву. Но тем, кому пришло время говорить, нужно искать ученика. Нужно найти его. И Писание говорит, что найди себе ученика. Будут разочарования. Елисей нашел Геезия. У него было неправильное. Неправильное, да, ученика нашел. Человека неправильного. Этот Геезий оказался человеком, который возлюбил мзду неправедную. И когда однажды не имел, он принес подарки Елисею, ему они были не нужны, то тогда Геезий догнал его и сказал, мне дай подарок. То есть господин ему передумал, он захотел подарок получить. И да, да, конечно. Он получил исцеление от проказа. Конечно, держи подарки. И тогда, когда он прибежал туда, спрятал это все у себя там в закромах. Как он это хотел там все потом использовать, не знаю. Вот, но он спрятал все это. И тогда появляется, приходит Геезий и говорит, а что? Вот эта проказа, которая ушла от Неймана в море Иордана, в реку Иордана, она на тебя придет. И Геезий покрылся проказой с головы до ног. Той проказой, которая ушла с Неймана. И ходил до дня смерти своей прокаженной. Представьте себе. Что такое проказа? Да видно на человеке, что он нечестивый. Понимаете? Геезий. У меня был один человек, который ему сказал, ты Геезий. Потому что на нем видно сразу, что он нечестивый. Понимаете? И жизнь его у нас сейчас такая лежит в этом всем. Потом я отпустил это все. Я думаю, а как потом жил Елисей? Жил и не тужил. Жил и не тужил. Жил, набрал себе школу пророков. А тот при царе был. Тот был при царе и рассказывал истории о Елисее. Его жизнь была только, о, пока у него еще были нерассказанные истории, ему давали оклад. Потому что, когда закончились уже нерассказанные истории, ну как бы и не за что оклад давать. Тогда надо придумывать истории. И начался цикл придуманных историй. И тогда одна же женщина появилась там. О, вот это та женщина, у которой Елисей сына воскресил. А ну-ка, давай я тебя послушаю. На тебе еще 100 долларов. Давай, рассказывай. И тот снова рассказывает. Вот он ее сына воскресил и так далее. Вот Геезий. С пророком уже не ходит. А в мире живет под пророка. И только этим и живет того, что рассказывает о Елисее. Бывают и разочарования, но надо продолжать делать свою работу. Разочарования не должны остановить. Вместо одного негодного ученика будут целые школы пророческих сынов. Слава нашему Господу. Слава Ему. Аминь. И то, что сегодня здесь это происходит, не просто ученики, но сыны пророческие должны быть. Не просто ученики, которым ты просто передаешь что-то, а сыны пророческие, которые вовлечены в твою жизнь, и они продолжают двигаться. Так было и с 12 апостолами Иисуса Христа, которые среди них один оказался сыном погибели. Поэтому я сегодня так рад, дорогие братья и сестры, поделиться с вами, я буду заканчивать, тем, что сегодня важно и на этой конференции услышать. Найдите сына или дочь. Найдите сынов, ищите их. Это должна быть наша генетика, это должно быть наше мышление. Мы так должны видеть, потому что оно не состоялось, служение, если у тебя нет учеников, которых ты передашь все. А обо всем. Это может быть сын по плоти, но это редко бывает. Это избрание должно быть. Не делайте этого, не проталкивайте, потому что вы будете разочарованы. Делайте бесстрастно, бескорыстно, беспристрастно. Смотрите, это может быть духовный сын, который вообще даже сегодня еще не в религиозном мире находится. И Господь даст нам выбрать не только одного сына, как выбрал Елисей, но он потом взял школу пророческих сынов, и пусть у нас будет школа пророческих сынов. И у каждого служителя большого калибра у него будет школа пророческих сынов и дочерей. Вот здесь. А вы, сыны пророческие, не ревнуете, почему он, не я и так далее. Эти глупости надо оставить. И сегодня Господь будет зрачивать Духом Святым. Вот эта церковь, у которой глава Христос, которая Духом Святым созидает царство, не административными курсами, а Духом Святым избирает и созидает. Я сегодня хочу высвободить это помазание. Развлечение и возведение. Высвободить это помазание, чтобы у нас получилось это, чтобы мы обрели эту способность возводить и быть возведенными. Субтитры создавал Dухом Святым.